Виталий, приветствую тебя! После довольно проложительной паузы, которая имела определенного рода обстоятельства, мы с тобой вот сегодня решили вернуться к нашим с тобой традиционным эфирам и, как и всегда, помогать тем, кто следит за нашим с тобой совместным творчеством, принимать торговые решения, объективно оценивать то, что в финансовых рынках происходит, тебе, как и всегда, низкий поклон за то, что смог найти время, присоединиться, подключиться и, в принципе, снова поддержать эту инициативу. Если ты не против, вернемся тогда к прежнему графику, понедельник, среда, наша с тобой торговая идея прямо с самого утра и контент тут же попадает, разумеется, на канал на YouTube, друзья, там вы его, собственно, и можете находить. Ну что, Виталий, последний раз, когда мы с тобой собирались, это было недели, даже месяц назад, с тех пор на финансовых рынках, я бы не сказал, что много чего изменилось. Мы с тобой и в прошлый раз обсуждали то, что тот же самый американский доллар имел потенциал для снижения, мы видим то, что доллар, в принципе, действительно индекс американской валюты остается под давлением. Мы много с тобой говорили про фондовый рынок, он обновил не раз исторические максимумы и сейчас снова приближается к тому, что переписать эти хайеты, S&P, NASDAQ и Dow Jones, в принципе, куда бы мы сейчас ни посмотрели, везде эти максимумы. Тотальный спрос на риск, который сейчас присутствует на площадках, растет все, что имеет отношение к риску. А вот защитные инструменты, ну, разве что исключение золота сегодня, если не против, можем, опять же, пару слов про него сказать, посмотреть что-то по золоту, я думаю, что будет не лишняя информация. Давай тогда к демонстрации экрана и уже прямо наглядно на графиках. Секундочку. Ну, скажем так, все растет, кроме криптовалют, да, пошла такая неплохая коррекция ожидаемая, у меня, кстати, вот заметна вот такая тенденция, когда на рынке инструмент показывает какие-то исторические пики, это было как в 17-18 году, когда криптовалюты там показывали 20 тысяч, да, сейчас там под 60 тысяч, и многие знакомые обращались там к совету, там, покупать, не покупать, там какие-то свои доводы доносили разного вида, разного рода. Я кого-то отговаривал, кто-то послушался, кто-то нет, скажем, такие потери по 50 процентов, да, коррекция, некоторые альткоины даже больше. И сейчас, в принципе, цены неплохие, конечно, есть риск, что мы можем и дальше проваливаться, но, скажем, лучше, нежели поинвестировать по 60 тысяч, ну, условно берем биткоин, нежели там по 30 с копейками, скажем, как по такому форму. Ну, да, это я согласен, и, в принципе, рынок криптовалют, он сейчас восстанавливается, это не значит, конечно, что он вернется на свои прежние локальные максимумы, может быть, мы, опять же, работаем с циклами сейчас, и после вот этой попытки выставить голову снова к уровням, которые мы видели ранее, пойдет еще более глубокий нырок. Ну, естественно, все криптосообщество, все криптотрейдеры, сейчас это два лагеря трейдеров, те, кто сидит в крипте, конечно же, верят в биткоин по 100 тысяч долларов буквально через пару месяцев. Те, кто не вложился вовремя кусать локти, считают, что будет возможность зайти в крипту по более низким ценам. Ну, есть еще, конечно же, те, кто сохраняет холодную голову, объективно смотрят на происходящее, и вот, общаясь с такими людьми, меня все-таки они убедили в том, что рынок может показать еще более глубокую коррекцию, и я, в принципе, согласен с этим. Так, Виталий, я сейчас попробую демонстрацию экрана, немножко у меня тут определенные технические инноваторства, ты тогда скажи, ладно, пошла демонстрация или нет. Так, видно график? Да. Так, отлично. Ну, чтобы не нарушать традицию с индекса американской валюты, начнем в 89.67. Это текущее значение. В принципе, это четырехмесячный минимум, пробой ниже отметки 89.50, на мой взгляд, создаст очень хорошие условия для того, чтобы мы пошли на более глубокие ценовые значения. По поводу общего новостного фона, глобального новостного фона, почему индекс доллара снижается? Потому что были предпосылки, причины, например, после последних данных по инфляции для американского регулятора дать конкретный сигнал того, что они подумывают отказаться от стимулирующей политики. Но вот две недели уже прошло с последнего релиза по инфляции. За этот период времени даже протоколы еще вышли. Мы видим то, что объективно позиция американского регулятора не изменилась. То есть ФРС привержен стимулирующему подходу на программе количественного смягчения низким процентным ставкам. Единственное, что мы еще не послушали Джерома Паула. Я думаю, что через неделю у нас будет возможность это сделать. Но на этой неделе, завтра выступление Джанет Хеллен. Я думаю, что по ее комментариям можно будет сделать определенные выводы относительно того, какой же позиции будет впоследствии придерживаться и Джерома Паула. Мы с тобой очень часто говорим о глобальных тенденциях, цифрах. Я помню, что ты любишь показывать именно графически, как ты видишь эту долгосрочную картину. Я тоже добавлю себе 5 копеек. Я считаю, что сейчас в отношении индекса доллара можно смотреть в шорт. И можно это делать. Я буду транслировать идею о продаже вплоть до симпозиума в Джексон Холле, который состоится в августе. Я допускаю, что там как раз мы можем услышать первые вербальные заявления, намеки о том, что политика все-таки будет постепенно ужесточаться, политика ФРС. Но это только уже конец августа. То есть до конца августа 2,5 месяца, когда я попробую визуализировать, я попробую использовать все свои фундаментальные навыки и знания, чтобы протащить индекс американской валюты ниже и, возможно, даже до значения 88 или около того. Поэтому в отношении бакса, кстати, на этой неделе будет очень много отчетов в четверг и пятницу. Мы с тобой их обсудим уже в следующей неделе. Там и индекс расходов на личное потребление, заявки, первичные годовые данные по ОВП, личные доходы, личные расходы. Это мощный блок статистики. В принципе, на основании этих данных можно будет порассуждать о том, в каком состоянии находится американская экономика. Но я думаю, что чем лучше выйдут сейчас данные, тем больше будет причин подкупить S&P, NASDAQ и Dow Jones, а не доллар. И, соответственно, забегая вперед, могу сказать, что шорт приоритет по индексу американской валюты и конкретная сделка – это попробовать дождаться теста линии нисходящего тренда 89.80. Зашортить с целями 88.50 – это очень долгосрочная цель, конечно же, потому что индекс доллара довольно вяло ходит. А в качестве стоп-лосса поставить 90.30. Так, по поводу европейской валюты, которая сейчас снижается локально, 1.2237. Здесь сделка, ну понятно, что раз по индексу доллара шорта из-за практически стопроцентной или даже стопроцентной корреляции, евро-доллар буду я выкупать с уровня 1.2220 с целями 1.2350 и стоп-лосса на уровне 1.2170. По европейской валюте, я думаю, что, наверное, сильно растекаться по древу сейчас не нужно. Достаточно зацепиться за идею слабого американского доллара. Но по еврозоне вот вчера еще очень сильный релиз по бизнес-оптимизму ИФО, который нивелировал вышедший буквально за несколько минут до этого слабый отчет по первому кварталу ВВП Германии. А нивелировал почему? Потому что квартальная оценка за первый квартал, она, понятное дело, должна была быть слабой, потому что в первом квартале экономика Германии находилась в жестком локдауну. Сейчас экономику отпустила, скажем, карантинные ограничения снимаются. Людям не обязательно уже проводить все время дома. Открываются общественные заведения и реализуются обложенные спросы. И по мнению многих экспертов, опять же, во втором квартале рост может составить уже 2,5% со знаком плюс, конечно же. А вот бизнес-оптимизм, он лично меня приободрил тем, что это, как все прекрасно знают, отчет ИФО, оценка перспектив на ближайшие 6 месяцев. И бизнес-оптимизм сейчас находится на максимальном уровне за последние 2 года бизнес-экономических ожиданий, то есть оценка, максимум за 3 года. То есть верят промышленники в том, что дальше будет лучше. И заметьте, сейчас все меньше и меньше на рынке обсуждают тему ковида. Ну, если не говорить только про Индию, где действительно ситуация все еще опасная. Но ковид уже не звучит настолько страшно. Про него даже мне хочется говорить все меньше и меньше, потому что быстрее бы уже сфокусироваться на макроэкономических трендах. Поэтому по евро-доллару я смотрю вверх. Соответственно, цели даны, понятно. Я бы перебью тебя по поводу бизнес-активности. Ты сказал, что бизнес верит в рост и так далее. Смотрел данные на прошлой неделе, кажется, данные по американской статистике, данные депозитов и кредитов. То есть поступает очень много денег на депозиты в банках, а выдача кредитов намного меньше идет. То есть некому выдавать кредиты. И это тоже очень плохой признак, потому что многие уже закредитованы. Кто-то там еще раз новые кредиты взял, а большинство не могут дальше брать. И вот это очень наглядная статистика. Плюс я еще смотрел данные по инфляции в США. На следующий раз покажу, не подготовил сегодня графики, по поводу инфляции, которая сейчас официальная, и плюс инфляция, которая по формуле, которая считалась до 1980 года, она там зашкаливает где-то около 10%. Так мы сейчас находимся на пиках по инфляции. И вот если смотреть там график за 2000 год, за 2008 год, то после вот такого всплеска инфляции идет очень сильная обратка. Скажем, поэтому это тоже такие признаки для экономики, скажем, в долгосрочной перспективе. То есть ожидаемые, что... Ну, посмотрим. Это точно. Слушай, ну тогда я предлагаю, сейчас хотел прокомментировать рынок нефти. Его можно будет оставить на идее следующих дней. Раз уж мы сегодня с тобой в нескольких форматах затронули тему инфляции, ты, в принципе, говорили про доллар. Золото. Вот золото сейчас 1906 долларов за трое скромство золота. Остается в восходящем тренде довольно продолжительный период времени уже. То есть золото реально восстанавливается. Если посмотреть на дневках, вот прям здесь несколько дней назад, до вчерашней торговой сессии, было локальное накопление. Пытались мы пробить 1900, и это, в принципе, совершилось все. Золото растет сейчас, хочу сказать, несколько причин. Это падение доллара, это снижение доходности американских облигаций, которые, разумеется, снижают альтернативные издержки владения активами рынка драгоценных металлов, то есть тех инструментов, которые не приносят процентам дохода. Золото растет, потому что зашкаливает инфляция. И твой довод, опять же, относительно того, что реальный показатель, он выше, чем то, что мы видим в статистике по базовым ценам и по основному индексу потребительских цен. Выше намного. Я, в принципе, с тобой согласен. Так же, как согласен, что ситуация с рынком труда, на самом деле, гораздо хуже, чем нам показывают о экономических данных. Но на этом фоне, мне кажется, абсолютно логично, что сейчас очень много средств идет в ETF-фонды, золотые ETF-фонды. Мы видим даже по оценке Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC, которые анализируют, я смотрю, каждую неделю. Так вот, сейчас, если мне не изменяет память, уже общее количество контрактов в лонг около 198 тысяч, то есть почти 200 тысяч – это максимальное значение за последние полгода. К золоту есть интерес, и этот интерес генерирует тренд. Я предлагаю работать сейчас по тренду. Конечно же, покупать нужно было еще там две недели назад. Ну, мы с тобой обсуждали в марте, когда золото было там в районе 1700 долларов, там плюс-минус, да, мы говорили, что здесь, скажем так, вкусный для покупок в средний срок. То есть мы это обсуждали, поэтому по сравнению с мартом и текущим там, вот сегодня, допустим, покупать, то, конечно, сейчас нехорошие цены для покупок. Хотя золото, если оно будет расти, если это все коррекция, как я раньше говорил, которая была там полгода, то мы можем уйти на 2000 и выше, там, 2200-2300, потому что потенциал есть. Вопрос, мы с текущих растем или через какую-то еще коррекцию. Поэтому я сегодня как бы общую глобальную тенденцию, если, друзья, вы согласны вот с мнением, я так понимаю, что в целом ты тоже за идею того, что золото может расти в средние сроки. Вот если вы разделяете нашу точку зрения о среднесрочном восстановлении золота или даже долгосрочном, то, конечно же, ориентируясь на 2000 долларов за трость-куринцию, не имеет значения, купите ли вы золото сейчас, либо дождетесь там коррекцию 10 долларов вниз и оттуда уже. Здесь самое главное – просто контролируйте риски, следите за загрузкой вашего депозита. Это важно, тем более на такой волатильности. Но в целом тенденция растущая. Я думаю, что золото еще не достигло своих локальных максимумов. Как показывает оценка бизнеса, точнее, ронечного ритейла, позиционировано большинство шарти от золота. И рынок, мы видим, идет напротив толпы. Лучше бы шартили цифровое золото. Виталий, слово тебе. Если есть что добавить, еще давай. Я сейчас расскажу одну свою теорию, которая против твоей теории по поводу индекса доллара. В принципе, индекс доллара затрагивает и евро-доллар. У меня была такая идея в текущем месяце, то есть у нас май, конец апреля, что если так глобально посмотреть, вот это движение, которое у нас было с января текущего года, январь, февраль, март, вот этот рост, что это был заходной импульс наверх, скажем такой. И то снижение, которое сейчас показывает индекс доллара в апреле и марте, это коррекционные движения. И после этого коррекционного движения мы должны уйти на среднесрочное движение вверх. Это у нас с целями, получается, вот этот пик, который был в марте, и на возможный, то есть это где-то в районе 93 с копейками. И вторая цель, это мы глобально развернемся где-то в область 100 и выше по индексу доллара. Но это при условии, если мы не обновим вот этот минимум, который был у нас в январе. Потому что если это все-таки был импульс, это начало импульса, по теории мы не должны его обновлять. То есть мы так и приблизились, я не ожидал такого сильного снижения по индексу доллара, но оно, как видим, произошло, потому что я, в принципе, раньше уже торговал, скажем, было у меня несколько трейдов, они были убыточные. Это касается там евро или индекса доллара, то есть без разницы. И сейчас очень интересные цены для покупок данного индекса доллара. Здесь стоп-лосс небольшой. Можно на выбор брать или евро-доллар, или индекс доллара. Но для среднесрока, конечно, лучше подойдет, так скажем, индекс доллара, потому что он, как мы знаем, не считая свопы. Он не такой волатильный, но, скажем, здесь можно зайти со стопом покороче. Поэтому можно рассматривать покупки по индексу доллара с текущих. То есть это у нас цены. Все, что выше 89.50, можно покупать и текущие цены, или даже кто будет позже смотреть, тоже покупать со стоп-лоссом за вот этот минимум. Это 89.15. Если мы все-таки обновим этот минимум, то я от своей теории с покупкой индекса доллара отхожу надолго. Конечно, здесь будет сильное падение. И будут и коррекции. Понятно, можно будет там как-то на день-два работать интродэй или свинг в лонг или в шорт. Но, скажем, теория с среднесроком и долгосроком на рост индекса доллара, она закроется. Но на текущий момент, пока не обновили вот этот минимум, я еще есть там, скажем, день-два или неделя, возможно, у меня еще, скажем, для позитива лонга по индексу доллара. Вот евро-доллар, он аналогично. Вот это движение, которое у нас было с января вниз по март, импульс, у нас вот это, если коррекционное движение, плюс мы вчера, сегодня и на этой неделе, еще с прошлой даже, тестируем достаточно сильный уровень, 22.40. Сейчас происходит в моменте ложный пробой два бара, и можно пробовать шортанусь. Возможно, это уже разворот, возможно, нет, еще там чуть-чуть подрастем, что-то там какие-то еще более сложные, ложные пробои нарисуем. Но то же самое, если евро обновляет исторический хай, который был в этом году 23.50, то я пока забываю на идею среднесрочного шорта и долгосрочного, то есть с текущих мы можем падать в район 1.17, 1.15, 1.10 и так далее. Ну, это пока такая, скажем, теория у меня. Если она сработает, то получится хороший профит. Если нет, то на ближайшее время у меня, скажем, таких среднесрочных идей нету, потому что она все будет дальше идти по тренду, скажем, как-то вот так. Ну и по золоту, в принципе, ты сказал. Конечно, текущие цены для покупок со стоп-лоссом, с плечом сложно торговать и так далее. Ну и по биткоину, как я уже сказал, и ты, в принципе, цены ушли на 50% на коррекцию. Если это все-таки коррекция по биткоину, то мы еще можем увидеть цены и хай 65, и те цифры, которые ты сказал, там 100 тысяч, мы можем как вариант плюс-минус там увидеть, возможно выше, возможно ниже и так далее. Будет ли этот рост текущих, еще чуть-чуть подпадаем, сложно сказать, но сейчас цены для покупок для тех, кто верит в лонг, так скажем, да, они более интересные, нежели по 60 тысяч, или кто там покупал повыше. Потому что есть потенциал роста около 100% в секущих. Там можно на выбор или биткоин, или эфир, или рипл, скажем, они все, в принципе, одинаковые. Я пока лично не покупал, но те, кто брал раньше совет на покупателей по 60 тысяч, потому что в тот момент как раз доходит пик информации со всех утюгов. Даже если смотреть просто по Фейсбуку, когда биткоин там каждый день новую, там условно 60 тысяч, 61, 61 500, и все каждый день вот это со всех утюгов информацию доносили, поэтому все-все новые-новые люди приходили, и кто-то сильно попал. Сейчас сидит, кто купил на хаях просадки, и плюс мы знаем, многие же покупали биткоин с плечом, да, не только есть, допустим, вот торговля биткоина, как через Amarkets, да, где есть плечо, можно без плеча там минимальным объемом брать, а есть же эти криптобиржи, которые тоже предоставляют плечо, и понятно, что хочется больше заработать, там взять второе, пятое, десятое, двадцатое плечо. Такой краш-тест, который был, поэтому он там обновил немало депозитов как вариант, возможно и нет. Поэтому вот такие идеи у меня, это лонг индекса доллара, с текущих стоп-лосс там небольшой, за минимум этого пика, который был, и евро-доллар аналогично. Если сработает стоп-лосс, это мы уже увидим, возможно, на этой неделе, возможно, на следующей или там затянется, то я буду свою риторику менять, среднесрочную, будем дальше работать в лонг или там с какими-то возможными коррекциями в шорт, интердей. Пока вот так. Потому что пытался уже последний месяц, еще с прошлого, где-то находить точки входа на шорт по евро-доллару, пока было, скажем, неудачно. Посмотрим, что дальше покажет, сможем ли мы уйти в них. Пока все. Виталий, ну, спасибо тебе за комментарии. Еще раз благодарю за то, что у нас появилась с тобой возможность возобновить совместную запись контента. Как уже отметил, это, безусловно, будет полезно. Больше информации, не меньше информации. И классическое, друзья, как вы знаете, наше совместное традиционное напутствие всем вам, то, что мы лишь предполагаем, как на самом деле поведут себя инструменты, никто не знает. Если кто-то говорит вам, что он знает, плюньте ему в лицо. Никто не знает, как поведут себя активы. Но мы стараемся все-таки говорить о технике, о фундаменте и аргументировать с точки зрения. И, конечно же, контролируйте риски, загрузки депозитов. Это очень важно. А в следующий раз увидимся уже в понедельник и обсудим американскую статистику. И, в принципе, посмотрим, где будет доллар в том моменте. Виталий, тебе классного закрытия недели и хороших выходных. Спасибо, пока.